Способ приготовления пищи, когда отключает у нас газ. Живем без газа уже 4 дня. Если бы не плитка, тогда выходи на улицу и на костре готовь. На электрической плите пенсионерка Ольга Минеева готовит с минувшей пятницы. Несколько дней назад в 70-м многоквартирном доме по Тутайскому шоссе, где используются газовые колонки, исчез сам газ. Приготовить пищу, вымыть посуду, ну и просто. Принять ванну можно только с помощью холодной воды. Выходные получились испорченными, о людях вспомнили только сегодня. К дому приехала аварийная бригада. Когда хочешь, скажите, пожалуйста, нам. Я прожила в этом доме, мне интересно, у меня ребенок. Женщина, вода была в подземном газопроводе. За подземный газопровод отвечает ярго сервис. Мы только за внутридомовое. Вам ясно? И когда будет газ? Вот когда они сделают, тогда нет. В ярго сервисе, в свою очередь, говорят, причину выяснили. Оказывается, кто-то из жильцов дома решил самостоятельно заменить газовую колонку и перепутал водопровод с газопроводом. В результате вода хлынула под землю и перекрыла газ. Откачана вода частично из газопровода, но, значит, в случае, если причины не будут устранены, возможно, эта колонка до сих пор подключена к газопроводу. И при подаче газа произойдет то же самое, может быть, даже еще с большими последствиями. То есть не только один дом отключится, но теперь целый квартал. В ярго сервисе поясняют, подать газ могут лишь убедившись в том, что в доме все исправно и нет вероятности повторного попадания воды. Выяснить, в какой конкретно квартире неправильно установили газ-колонку, должны представители управляющей компании Дзержинского района. Управляющая компания дважды нами была письменно извещена о необходимости, поиска причин. Мы предлагали, в том числе, и нас включить в данную комиссию, привлечь наших сотрудников для этого. Но управляющая компания вообще никак не реагирует на наши письменные запросы. Сегодня во втором подъезде дома газ все-таки пустили. В первом, видимо, будут дожидаться команды. Или самостоятельно искать соседа, подключившего воду к системе газораспределения. Ольга Преснухина, Александр Широкий, Владимир Чернов. День в событиях.